всем привет эфире программа спорт сегодня у нас гостяк радости многих телезрителей самый перспективный самый титулованный профессиональный боксер в истории нижегородской области андрей сироткин андрей привет здорово поздравляю тебя уже так думаю что многие успели поздравить с победой который ты одержал в поединке с рекордом айургой за это время ты успел уже немножко отдохнуть проанализировать все спасибо за поздравлением отдохнуть еще не успел чуть-чуть что-то проанализировать и понять как бы да но мой отдых продолжается айурга много говорил но в итоге в ринге ему удалось сделать очень мало с чем ты связываешь все-таки возраст уже не тот спортсмена ну конечно как бы я думаю тоже должен был на эту скидку делать и понимать что будет ему намного тяжелее чем 10 лет назад и поэтому в своих высказываниях мог бы быть чуть-чуть поаккуратнее с одной стороны с другой стороны это майорга как бы у него это вся фишка его в этом поэтому ждать от него то что он молчал бы там и не бросала резких высказываний это было бы глупо поэтому я ждал этого был готов я думаю что сегодня больше шоумен чем такой серьезный боксер как проходило общение вне ринга как пересекались пересекли совсем чуть первый момент это когда после взвешивания на ужине он проходил мимо не там недалеко за столиком сидели своей командой вот ну мы подошли вежливо как бы пожали друг другу руки этот я был сыном своим с платок и вот такой он твой сын и когда мы там даже фотку вместе совместно делали причем это все до боя как бы все нормально адекватно там вот это я не скажу что это именно с майорга только так происходит у меня много раз так был то есть на взвешивание там на пресс-инференции там фейс туфейс одно как бы там уже как говорится за кулисами тому все нормально адекватно люди в ринге да там уже никто никого не жалеет и другой момент мы с ним пересеклись уже после боя когда сдавали допинг пробу там это все процедура не быстро и долго и мы там получилось ну вот вместе сидели в небольшой комнате все это сдавали ну тоже так это и фотку сделали как бы там перекинулись пару фраз как это получилось как в ринге с ним работает он много уклонялся пытался заигрывать с тобой вот реально мне много задает вопросов на кого похож там своих соперников вот реально ни на кого не похож по по манере боя это просто такая личность индивидуальная да то что даже сравнить не с кем очень интересно его манеру от этого руки отпускать корпусом работать уклоняться ну для себя я много почерпнул но ты чувствовал какое-то напряжение в ринге ты волновался или ты уже с первого раунда понял что победа будет за мной ни в коем случае где-то может быть после шестого раунда я уже до понимал что как бы контролирую но мы с тренером как бы тоже момент это обговаривали то что понятно там года найти еще что-то да но раунда 5-6 он будет очень опасен пока свежий удар присутствует у нее удар очень жесткий сколько у него нокаутов там да вот и поэтому но опасались первый раунда особенно там 4-6 раунд надо было работать мне очень аккуратно интрига окончательно пропадает в середине 12 раундового поединка шансов на победу майорге не остается ровно как и сил продолжать бой он не показывает ровным счетом ничего не каргуанец постоянно забивается в угол позволяя андрею буквально избивать его тактика провальная все заканчивается техническим нокаутом боксер отказался продолжать бой из-за травмы в начале 10 раунда сироткин одерживает 15 уверенную победу на профессиональном ринге забирает пояс интернационального чемпиона по версии wb из-за отказа соперника 10 раунда техническим нокаутом это выигрывает технический нокаут и для Wb интерконтринент супермену чемпион все еще непобежденный Андрей Рошанбол Североптин Победу ты одержал техническим нокаутом он сослался на травму руки была ли на самом деле травма или нет или он просто устал на твой взгляд ну травма была потому что мы много тоже кто говорит вот он устал там закосил на руку нет действительно потому что мы еще раз говорю мы когда на сидели вот допинг проб сдавали вот у него там опухлость ну как бы опухоль была да там покраснение то есть ну действительно с учетом на этом месте через перчатку я думаю действительно похоже но сильно было просто как бы рука не сдуется корриду в нижнем один из самых ярких турниров в нижний новгород привез известный российский промоутер владимир хулинов как тебе с ним работалось я не знаю я с ним и не работал в принципе я делал свою работу я был на сборах тренировался а все шумиху и этот пиар там по поводу проведения мероприятия он как бы делал самостоятельно мне это никак не касалось поэтому не знаю ну мероприятие вроде прошло как бы хорошо всем понравилось кто был у меня друзей много там писали отзывы все остались довольны поэтому я думаю как бы цель достигнута он пообещал что в следующем году попробует сделать из тебя чемпиона мира вот ты с ним планируешь дальше работать или нет у меня есть менеджер в англионте с кем я планирую работать дальше и всегда вот а уж как через кого с кем он там будет договариваться это его его вопрос сколько продлится твой отпуск и знаешь ли ты когда начнутся следующие соревнования может быть примерный соперник ну пока все примерно вот где-то планируем на март месяц вот сейчас уже есть различные предложения которые рассматриваем но пока конкретно ничего не буду говорить потому что сам ничего конкретно не знаю то есть непонятно это будет титульный бой или бой за звание чем до очередной пояс есть вариант что уже защита вот моего в ба интерконтинентальный который сейчас выиграл возможно будет его защита возможно что есть варианты побоксировать за пояс другого бойца там до который обладает смотрим выбираем лучший вариант какая-то география известно где могут состояться поединке известно один вариант германия другой вариант австралия спасибо что пришел будем следить за развитием твоей карьеры это была программа спорт студии был антон ганин до встречи в эфире в эфире